Всем привет! Сегодня поговорим о прочитанном. В видео будет 4 книги, чтобы оно не получилось слишком затянутым. И начну я, наверное, с главного претендента этого ролика. Вообще, одной из лучших книг, прочитанных в этом году, это «Роман под куполом» Стивена Кинга. Я осталась от него в полнейшем в восторге. Это однозначно 5 из 5, 10 из 10, 100 из 100. У меня вообще нет претензий к этой книге. Пожалуй, это лучшее произведение у Стивена Кинга, которое я читала вообще в своей жизни. Хотя я прочитала у него не так много романов, всего, ну, наверное, штук 12. Но пока что вот это вот лучшая вещь, которую я брала у этого автора. Следом, наверное, я могу поставить только колдуны кристаллы с цикла «Темная башня». По сюжету здесь у нас небольшой городок Честермилл, который однажды накрывает прозрачно-непроницаемый купол. Его нельзя разрушить каким-то механическим воздействием, химическими соединениями, вообще ничем. Ему вот хоть бы что. Все от него отскакивает, через него нельзя пройти, и вот лишь немного воздуха проходит внутрь, и все. То есть получается, что те люди, которые остались в этом городе, который оказался под куполом, они не могут выйти. И, естественно, к ним не может никто приехать. То есть получается, вот это вот место, оно буквально отрезано от внешнего мира. Мне очень понравилась эта идея, потому что я люблю такие произведения, где автор нам показывает, на что способен человек в той или иной ситуации. И вот в такой вот обстановке, когда ты отрезан от окружающего мира, естественно, скорее всего, ничего хорошего происходить не будет. Потому что из плохих людей лезет вот эта вот вся гнильца, человек превращается в животное, обостряются все человеческие пороки, и начинается лютый хаос. Когда я бралась за этот роман, честно скажу, я переживала, потому что обожглась о противостоянии, первая часть которого мне очень понравилась, я была буквально в восторге. Но вторая часть меня так разочаровала, что я, по-моему, снизила оценку книги то ли до 4, то ли до 3,5 даже баллов. Поэтому очень переживала, что здесь тоже потрясающая тема, потрясающее развитие в самом начале, и было страшно, что это скатится. Сложно держать динамику, сложно развивать события, казалось бы, уже что там дальше, когда уже произошла такая дичь, но нет, Кинг удивляет буквально с каждой страницей, и ему удалось на все 100% реализовать все то, что он планировал. Одно из главных преимуществ этого романа — это бешеная динамика. Здесь повествование не провисает вот ни на секунду, вам не дают продохнуть вот вообще ни разу. На каждой странице вас ждет что-то новое, что шокирует, что вот просто трясет вас за шкирку, и вы бежите дальше, потому что, ну, как бы невозможно остановиться. Все события начинаются буквально на третьей странице, то есть автор не дает каких-то долгих предисловий. Вот вам летит самолет в небе, вот по земле идет сурок, и хоп, буквально через минуту самолет врезается в невидимую преграду, возгорается и терпит бедствие, а сурок оказывается разрезанным пополам. Еще что мне очень понравилось, так это то, что здесь все происходит в очень короткий срок. Не могу сказать точно, сколько дней занимает все это повествование, но это явно меньше, чем одна неделя, по-моему. Но штука в том, что когда ты читаешь роман, у тебя создается ощущение, что ты с этими несчастными персонажами, которые оказались отрезаны от всего окружающего мира, живешь под этим злосчастным куполом, ну вот не меньше месяца это точно. Потому что все настолько гнетущее, вязкое, что ты вот как будто бы действительно завяз в этом городке, и просвета какого-то, и будущего уже нет. В Честер-Миле плохие люди начинают чинить беспредел, когда понимают, что из них не достать. Какие-то вышестоящие силы не могут на них повлиять, они не могут понести наказание за те деяния, которые совершают. И в итоге получается, что во главе с чиновниками образуется вот эта вот группировка плохих людей, они устанавливают диктаторский режим, образуется такое полицейское государство. И я вот ни разу не была удивлена развитием событий, потому что это очевидно, это лежит на поверхности, что в такой ситуации, скорее всего, с вероятностью 99% именно это и будет происходить. Ну, как бы потому что человек. Но то, насколько это было реалистично описано, насколько там было много каких-то вот таких жестких подробностей, когда ты понимаешь, что, казалось бы, ну вот дальше уже некуда, все плохое уже свершилось. Но на следующей странице Кинг тебе преподносит то, от чего у тебя буквально глаза закатываются, лезут на лоб, и ты просто сидишь в шоке от того, что, ну, как бы такое может произойти в реальной жизни. И все это достаточно реалистично. Я не стану приводить какие-то конкретные примеры из этой книги, на самом деле очень много сцен до сих пор стоит в голове, хотя времени прошло уже достаточно после прочтения. И те, кто читал, прекрасно понимают, что первое может всплывать, когда ты вспоминаешь под куполом, а те, кто не читал, то я лучше не буду портить вам впечатление, потому что это действительно шокирует. И вот, как говорила Аня Bookspace, с которой мы вместе читали эту книгу, маркировка 16+, здесь меня тоже обескураживает, потому что здесь, ну, очень много насилия, физического, сексуального, психологического, просто на любой вкус и цвет. Для меня некоторые эпизоды казались, ну, вот прям too much, но я бы тоже не стала их выкидывать, просто бы маркировочку 18+, поставила, и все было бы нормально. Если попытаться собрать свои мысли в кучу и как-то кратенько подвести итог, то скажу, что это однозначно одна из лучших книг, прочитанных мною когда-либо, потому что, ну, во-первых, здесь отменная идея, да, полицейское государство, что бывает с человеком в ситуации изоляции, когда никто не может на тебя никак повлиять, ты можешь сам переписывать законы, чинить беспредел, и тебе за это ничего не будет. Естественно, все это будет процветать пышным цветом. Здесь отменное препарирование человеческих душонок. Все-таки кинг-мастер психологизма, все мы это прекрасно знаем, персонажи здесь выписаны потрясающе. Здесь их очень много, но опять-таки, как я уже говорила, ты вообще в них не путаешься, потому что они очень хорошо прописаны. При этом тебя не грузят какими-то подробностями их бытовухи, работы, семьи или еще чего-то. Вот есть несколько характеристик, по которым ты угадываешь, что это тот или иной персонаж. Тебе даже не надо запоминать имя, у тебя образы в голове. Мне кажется, это прям очень круто, не каждый автор так умеет. Третий жирный плюс этого романа – это динамика, о которой я говорила вначале. И я бы даже сказала не столько динамика, сколько нагнетание. Потому что накал страстей не спадает вот прямо до конца книги, до кульминации. А кульминация происходит, ну вот, где-то вот тут вот. И это потрясающе, потому что ты ждешь, что, ну вот сейчас, ну вот сейчас уже, ну как бы все, дальше некуда, пожалуйста, остановитесь. Я не представляю, что может быть после всего того, что произошло, после того, что я прочитала. Но нет, идем дальше, и нас шокируют новыми подробностями какими-то. Это вот ты сидишь такая нежная душонка, ничего не знающая о людях, а вот Кинг-то, Кинг-то все знает. Ну и как в любой книге Стивена Кинга, здесь очень живой язык, очень яркое такое описание, динамичное повествование. Книга не провисает ни на секунду, читается очень быстро, несмотря на то, что здесь, по-моему, 1014 страниц. Да, 1014 страниц. Я ее вот проглотила, ну вот я не знаю, сколько времени прошло, но это было очень быстро. Ну и как я говорила вначале, минусов в книге я не увидела. Мне абсолютно не к чему придраться, это однозначно 10 из 10. Следующий, о чем пойдет речь, это роман Томаса Шарпы «Флоуза или кровь предков». Книга была посоветована мне в новогоднем флешмобе на Лайфлибе, как произведение с черным юмором. Черный юмор здесь действительно присутствует, но все-таки роман меня больше разочаровал. Чем порадовал, я поставила ему всего 3,5 балла из 5, и давайте разберемся, что же с ним не так. Это история семейства Флоуза, живущих где-то в жопе Англии посреди болот. Но на самом деле слово «семейство» это я довольно-таки громко сказала, потому что здесь у нас есть всего лишь какой-то ворчливый старик, немножко выживший из ума, и его бастард, которого он не хочет признавать своим сыном. По сюжету эти двое встречают тоже довольно непростую парочку, меркантильную вдову и ее какую-то кисейную доченьку. И вот когда они встречаются, объединяются в союз, тут-то и начинается вся лютая дичь, который вот именно этим словосочетанием лютая дичь можно описать весь роман Флоуза. В силу того, что все герои в этой книге малость пришиблены, и это еще мягко сказано, получается такой адский коктейль, который лежит в основе всего трэша и дичи, которые происходят на страницах этого романа. Здесь действительно очень много черного юмора, и это скорее плюс, чем минус. Много шуток на грани, которые испортили мне впечатление, скорее всего. Много каких-то извращений, и финал вообще мог бы поражать воображение, если бы не весь перебор до него. Герои этого романа раскрываются через их мысли и поступки, старший Флоуз, старый Флоуз, это извращенница Самодор. Локхард, его внук, это с самого начала не особо далекий парень, который считает секс чем-то ужасным и отвратительным. Его жена это кисейная барышня, которая перечитала любовных романов и навоображала себе черт знает что. А ее мамаша это такая расчетливая женщина, которая готова выйти за старика, лишь бы устроить счастье своей дочери. Я действительно оценила черный юмор, который есть в этом романе. В самом начале, по-моему, мне даже нравилось, и, возможно, я где-то смеялась. Но проблема в том, что мне очень быстро надоело. Здесь очень много перегибов и перебора, и ты быстро понимаешь, что это какая-то, ну, весьма низкопробная вещь. И здесь нет какого-то глубокого смысла. Это вот, ну, развлекательная литература в каком-то таком не очень хорошем смысле. Ну, по крайней мере, для меня. То есть я прочитала эту книгу, в конце я уже, возможно, даже читала по диагонали, потому что, ну, все, я уже не могу, пожалуйста, остановитесь. Вот этот вот бред, вот эти вот шутки туалетные, пожалуйста, хватит. С меня вот прям довольна, я сыта по горло. Я привыкла к тому, что сатира должна что-то высмеивать, и что ты должен получать какой-то урок из этого, но здесь все построено на таком лютом трэше и таких абсолютно абсурдных моментах, что ты не понимаешь даже, зачем это написано. И, ну, что я должна подчеркнуть из этой книги? Я не вынесла абсолютно ничего. Я даже не могу сказать, что я как-то хорошо провела время с этой книгой. И, честно говоря, вот я теперь задумываюсь, а стоило ли вообще ставить 3,5 балла, потому что сейчас у меня как-то больше негативных эмоций по отношению к этой книге. Наверное, надо пересмотреть свою оценку. В общем, я не могу рекомендовать этот роман, даже если вы любите черный юмор, шутки на грани и все остальное, потому что он какой-то бессмысленный абсолютно. Лучше тогда почитать какого-нибудь Бена Элтона, пусть я на него и тоже бомбила, но там хотя бы актуалочка. В общем, Том Шарп меня, к сожалению, разочаровал, так что я продолжаю искать хорошие книги с черным юмором, поэтому если вы знаете что-то такое, обязательно напишите в комментариях, буду вам весьма благодарна. Едем дальше, и следующий на очереди у нас роман Эмма от Джейн Остин. В этом году у меня прям какая-то Остиномания, после того, как я перечитала роман «Гордость и предубеждение», не смогла удержаться и купила еще одну книгу этой писательницы и вот прям прочитала прям сразу. Хотя, честно скажу, что до половины книги я прям читала со скрипом, продиралась через громоздкие предложения, неузнаваемых персонажей, какой-то вот прям километровый нарратив, ну, собственно, как бы вот. Но это не серьезно. Читалась прям очень тяжело, не могла распробовать и вообще не наслаждалась чтением ни разу, но после середины книги у меня либо что-то щелкнуло, либо изменилась обстановка, настроение или еще что-то, и я прям распробовала и уже читала в удовольствие. И в итоге поставила книге 4,5 балла из 5. По сюжету у нас здесь история Эммы Вудхаус, молодой, красивой, умной, обеспеченной и беззаботной девушки, которая, судя по всему, от безделья начинает устраивать судьбы своих знакомых. Она сама не собирается выходить замуж, поэтому старается устроить личную жизнь своей близкой подруге, но проблема в том, что даже промахи ее не останавливают, и она не думает о том, что своими действиями она может, наоборот, причинить вред человеку, как-то ранить его, да, нарушить тонкую душевную организацию и все в этом духе. Эмму это абсолютно не беспокоит, и не в силу того, что она какая-то черствая, да, душонка, а в силу того, что она даже не понимает, что она может причинить вред. Эмма так-то неплохой человек, как может показаться по началу романа или моему описанию ее действий. На самом деле она просто действительно не понимает, что она делает, она не понимает, как устроена реальная жизнь, и настолько погрязла в своих каких-то очень стойких, навязчивых идеях, да, выдать подругу замуж, что не замечает ни своих чувств, ни чувств окружающих. Она вот просто буквально одержима тем, что она втемяшила себе в голову. В этом романе довольно-таки мало действий, все происходит буквально в двух домах, где собираются люди, общество, обмениваются своими мыслями, что-то рассказывают друг другу, и на этом все и как бы крутится, вертится. На первый взгляд может показаться, что это такой типичный легкий любовный романчик, но я вам скажу, что с Джейн Остин вообще не все так просто, как кажется на первый взгляд, она потрясающий сатирик. Это действительно едкое произведение, такая искрометная комедия, и мне очень нравится то, что Джейн Остин не боится смеяться над своими персонажами. Она очень изящно и тонко высмеивает их недостатки. И повторюсь, она это делает настолько ювелирно, что с первого прочтения ты можешь это и не считать, особенно если ты знакомишься с ее романами в каком-то таком молодом, юном возрасте, когда ты обращаешь внимание на совершенно другие вещи. А вот читая ее романы сейчас, я все больше подмечаю вот каких-то таких едких моментов, когда она акцентирует внимание на том, что вот посмотри, ну это же просто трэш, да, вот дичь, ну как тут можно быть такой? И делает это причем не, вот мне кажется, слово едкое, это не то, что я подбираю к Джейн Остин, потому что она это делает как-то очень нежно, что ли. То есть не возникает того, что она что-то прям высмеивает агрессивно, тогда зло высмеивает. Она наоборот показывает, что вот так, наверное, не надо делать, потому что посмотри, как ты будешь комично выглядеть. Ну а если отвлечься от того, как Джейн Остин обличает молодых девушек и юношей, то можно сказать, что эта книга про то, как не прозевать собственное счастье, как лучше сосредоточиться на своих чувствах, а не заниматься устроением жизни окружающих, да, как вот жить внутрь в себя, а не вне. Вот мне кажется, эта книга довольно-таки актуальна в наше время, когда многие развивают любовь к себе, уже во взрослом возрасте. И мне кажется, стоит обратить на нее внимание хотя бы ради того, чтобы понять, что ты — это прежде всего, а окружающие — это уже потом. Ну и под конец этого ролика я расскажу вам о романе «Сто лет» от норвежской писательницы Хербюрг Васму. Это добротная скандинавская семейная сага, которой я поставила 4 балла из 5. Как понятно из названия, здесь рассказывается «Сто летняя история семьи» самой Хербюрг Васму. Она рассказывает здесь нам о своих прабабушке, бабушке и матери. Я часто стараюсь подобрать какое-нибудь одно слово для описания книги. Вот действительно бывает такое, что ты подбираешь и понимаешь, что да, вот это вот произведение. Здесь очень сложно подобрать что-то такое, и вот первое, что мне приходит в голову, это приземленный. И причем, ну, не в каком-то таком плохом смысле, да, а в хорошем. Здесь рассказывается история трех женщин в суровой северной стране. Действие происходит в Норвегии в 19-20 веках. Повествует Хербюрг о том, чем занимались ее прабабушка, бабушка и мать, какие у них были бытовые хлопоты, какова была их женская доля. Здесь вот действительно неприукрашенная женская история со всей болью, со всеми тяготами, со всеми невзгодами. И вот честно, после прочтения остается больше грусти, тоски, возможно, боли, чем какого-то счастья, потому что, к сожалению, счастья и радости в жизни вот этих вот трех женщин практически не было. От этой семейной сайги не стоит ждать каких-то семейных секретов, интересных подробностей, каких-то невероятных поворотов событий. Здесь всего этого нет. Здесь действительно правдивая, неприукрашенная история семейства Васму. Жизнь такая, какая она есть. В суровой северной стране, в которой ты должен заниматься тяжелым трудом, чтобы выжить, прокормить семью и не замерзнуть, здесь нет места для чего-то такого, например, что есть в саге о форсайтах. Здесь достаточно бедная семья, которой нет развлечений, у которой не происходит ничего какого-то яркого, о чем бы можно было рассказать, то, из-за чего обычно и пишут книги. Но Хербюрг хотела зафиксировать биографию своей семьи, ей важно было найти свои корни, и мне очень понравилось вот именно то, что она не стала приукрашивать эту историю. Вот действительно это то, какая она есть. Жизнь такая, какая она может быть в суровом северном краю. Эта книга полна человеческими чувствами, но это не тот пример, когда ты погружаешься в повествование и проживаешь жизни героев. Настолько вот они переданы, и настолько тебе хочется в них погрузиться. Здесь все наоборот. Здесь как будто бы ты читаешь дневники чьи-то, наблюдаешь за тяжелой жизнью этих женщин, и часто хочешь сделать перерыв, чтобы как-то разнообразить свое времяпрепровождение, чтобы его скрасить и привнести каких-то ярких красок. Потому что настолько все гнетущее, настолько все печальное и беспросветное. Повторюсь, в жизни этих женщин было, ну, очень мало счастья. Что-то они выбирали сами, а что-то им и не приходилось выбирать, например, как семью или отца. Каждый их выбор влиял на их судьбу и судьбу последующих поколений. Херберг хотела увековечить историю ее семьи, и это, на мой взгляд, очень хорошо удалось. Я читала много рецензий, где писали, что это самая серая и скучная семейная сага, которую только читали люди в своей жизни. При этом я не могу опровергнуть это утверждение, но не могу не посоветовать вам эту книгу, потому что это действительно жизнь, как она есть. Мне кажется, я повторила эту фразу уже чертову ты учу раз, но это действительно так. Мне очень понравилось то, как автор интересуется историей семьи, как она пыталась все это воссоздать и передать. Сколько материала ей удалось найти, собрать, выслушать и вот вылить на бумагу. И Херберг передала историю так, что тебе не кажется, что ты подглядываешь за чьей-то жизнью, потому что это действительно получился полноценный роман, который можно читать и черпать для себя что-то, что сделает твою жизнь лучше. Например, ты можешь подметить чьи-то ошибки и не совершать их больше, потому что здесь у тебя пример то, как будет, если ты сделаешь тот или иной выбор. И этим для меня книга цена. Скорее всего, я ее не буду перечитывать, потому что она действительно довольно-таки тяжелая и оставляет после себя ничего хорошего. Но один раз прочесть, мне кажется, она заслуживает этого. Надеюсь, в книге Дины у Херберг нет такой беспросветной печали и серости, потому что роман сто лет, на мой взгляд, это не то, с чего стоит начинать знакомство с этой писательницей. На сегодня у меня все. Потихоньку раскачиваюсь, начинаю читать больше, что меня несказанно радует, потому что этот перерыв уже как-то затянулся. Обязательно пишите, читали ли вы что-то из тех книг, о которых я вам рассказывала, совпали ли мы с вами во мнении, может быть, вы что-то хотите дополнить. Ну и вообще пишите все, что вы хотите написать. А с вами была Даша. До новых встреч!